Здравствуйте, уважаемая экспертная комиссия. Меня зовут Емушков Иван, я ученик 8 класса. Тема моего доклада – беспилотное транспортное средство «Дрон», то есть срочный вызов. Цель нашей работы – создание беспилотного транспортного средства. Его задача – изучить литературу по данной тематике, создать план мероприятий для восстановления проекта, разработать дизайн конструкции. Стремительное распространение вируса COVID-19 поставило весь мир перед необходимостью искать новые методы решения сложных задач не только в экономике и политике, но и в области здравоохранения и безопасности сообществ. Использование беспилотников для доставки предметов первой необходимости не является чем-то новым, а необходимых в наших условиях. Быстрое распространение COVID-19 заставило расширить эксперимент и использовать «Дроны» в различных условиях для доставки медикаментов и средств первой необходимости. Беспилотное транспортное средство «Дрон», то есть срочный вызов, может применяться при доставке предметов первой необходимости, то есть продуктов питания и медикаментов. Данный самодельный «Дрон» представляет из себя самоходный аппарат, управляемый удаленно. Эта модель состоит из корпуса радиоуправляемого автомобиля в масштабе 1 к 8. К нему установлена дистанционно управляемая роботизированная рука в комплект «Лего Ева-3». В основе нашего «Дрона» состоит из радиоуправляемого автомобиля в масштабе 1 к 8. К корпусу мы поставили основание из фанеры с ребром жесткости. После этого собрали из конструктора «Лего Ева-3» манипулятор и поставили к передней части «Дрон». И к задней части вырезали на лазерном станке кузов «Дрона». Чтобы работать удаленно, установили две видеокамеры. Одну к передней части «Дрона», второй к самому стрелу манипулятора. Данная модель «Дрона» работает на удаленности не более 100-150 метров. Актуальность нашего «Дрона», что во время пандемии коронавируса доставлять удаленно к большим продуктам питания и медикаментам. При постройке самодельного «Дрона» следует учитывать техническую безопасность. При работе с клеем, ножницами, при работе на токарном станке и сверлильном станках. Надеюсь на то, что модель хоть как-то улучшит ситуацию в пандемии и поможет в этой ситуации. Спасибо за внимание.